Здравствуйте, дорогие ученики! Продолжаем курс обучения правил дорожного движения. Следующая наша тема – движение в жилых зонах. 20-я тема. 123-й пункт. Значит, в жилых зонах движение пешеходов разрешается по тротуарам и по проезжей части. При этом пешеходы имеют приоритет, однако они не должны создавать неоснованные помехи для движения транспортной среды. Так, жилая зона – территория выезда и въезда, с которой обозначены дорожным танком 538 и 539. Помните, жилая зона – это подчеркси, махаля, дворы и так далее. Значит, там пешеходы должны двигаться по тротуару, а если нет тротуара, значит, по проезжей части. Но, значит, они, как сказать, безоснованно, не должны создавать специальные помехи для движения транспортных средств. Однако там, значит, имеют право на первоочередное движение пешеходов. Дальше, 124-й пункт. Жилая зона, в жилой зоне запрещается. Первое, значит, учебная езда на механическом транспортном средстве. Значит, учебная езда. Ребята, запомните одну вещь. Значит, учебная езда на жилых зонах категорически запрещается. Почему? Потому что там ребенок, дети гуляют именно по дворам. Бегают, футбол играют и так далее. Поэтому, значит, учебная езда там категорически запрещена. Ездите на специальных площадках, на дороге, пожалуйста. Но только не в жилой зоне. Дальше. Стоянка с рабочейшим двигателем. Ну, само собой, ребята, там, значит, жители живут. Значит, с двигателем экологию загрязнять категорически запрещается. Стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более трех с половиной тонн вне специальных, выделенных и обозначенных дорожными знаками и дорожной разметкой местах мест. Значит, грузовые автомобили должны именно на специальных местах парковаться. Итак, там узкие дороги, если они будут парковаться в неположенном месте, они закроют дорогу. Дальше. Сто двадцать пятый. В жилых зонах водитель должен обеспечить безопасность пешеходов и не создавать... В жилых зонах водитель должен обеспечить безопасность пешеходов и не повреждать, загрязнять сооружения и зеленые насаждения, находящиеся на этой территории. Ну, само собой, значит, загрязнять и так далее запрещается в жилых зонах. Сто двадцать шестой пункт. При выезде из жилой зоны водитель должен уступить дорогу другим участникам движения. Значит, получается, не только транспортным средствам, но и пешеходам, велосипедистам, транспортным средствам уступая, и потом уж выходит из жилой зоны. Жилая зона, это получается, как продвигающая территория. А тот, кто выходит из продвигающей территории, он должен пропускать всех. Сто двадцать седьмой пункт. Требования данного раздела распространяются и на дворовой территории. Участок земли, между двойными постройками и так далее. Значит, получается, у некоторых жилая зона, значит, или дома около дороги открывают ворота и, получается, уходят уже на дорогу. А это касается именно этим транспортным средствам тоже. Так, на сегодня все, ребята. Встречаемся на следующих уроках. До свидания. Всего вам доброго.